Основная задача – выстроить работу так, чтобы в первую очередь решить социальные вопросы сочинцев. Участие в федеральных и краевых программах для строительства школ и детских садов обязательно. Отметил Капайгородский то, что в каждом районе будет создан общественный совет при главе района. Туда входят все люди по отраслям. Кто занимался когда-то здравоохранением, кто занимался когда-то проблемами ЖКХ, кто занимался, просто является общественным лидером, лидером общественного мнения. Мы сейчас опираемся на территориальное общественное самоуправление и устраиваем вертикаль власти, чтобы население всегда участвовало во всех мероприятиях, принимало решения во всех проблемных вопросах. Мы продолжаем систему, которая работала здесь, и мы видим, что она успешно работала. Это по четвергам выезд по районам, объезд проблемных территорий, и после этого встреча с активом района, так называемый «Сход граждан». И по субботам будет личный прием. На планерке мэр представил и глав района. В свою должность главы Хостинского района сохранил Павел Колопотовский. Адлерский район возглавил Валерий Кокарев, который ранее был главой Краснополянского сельского округа. Администрацией центрального района теперь будет руководить Александр Белозеров. Ранее он был директором МУП «Сочи-Свет» в Лазаревском. Из заместителя в главы района перешел Олег Бурлев. Новоиспеченным руководителем мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил оптимизировать работу и кадровый состав. Сформировать команду профессионалов, новые главы районов и вице-мэры должны до 20 сентября.